Дачница. Рассказ Антона Павловича Чехова. Лёля-эн-эн, хорошенькая, двадцатилетняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Всё далёкое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в десяти шагах от палисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой. Кругом тишина, Лёля думает. Хорошенькое лицо её так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что право неделикатно и жестоко не поделиться с ней её горем. Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама, манмуазель Марсьё, забитое, больное и ужасно недалёкое создание, с вечно испуганным лицом и большим вспотевшим носом, водила выпускных в фотографию сниматься. «Ах, умоляю вас!» – просила она конторщику в фотографии. «Не показывайте им карточек мужчин!» Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого демона она умела читать райское блаженство, неминуемое ведущее к неведомой страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Марсьё, но, пропитанные насквозь идеалами, они не могли не разделять её священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев, вольно определяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слёз, ужасно интересные защитники. Гляди на эту кишащую толпу и выбирай. В частности, Лёля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнётся с Тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых впередогонку трактуют все романы и даже все учебники по истории — древний, средний и новый. В этом мае Лёля уже замужем. Муж её красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на всё это, он совестно сознаться перед поэтическим маем. Групп неотёсан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев. Просыпается он ровно в десять часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьёт какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во всё тщательно вычищенное и выглаженное, целует Женину руку и в собственном экипаже едет на службу в страховое общество. Что он делает в этом обществе, Лёля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты или, быть может, даже вращает судьбами общества, неизвестно. В четвёртом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет бельё. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит всё больше о высоких материях, решает женские и финансовые вопросы, бронит за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актёрам, студентам. Молодёжь ужасно измельчала. За один обед успеет сотню вопросов решить. Но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжёлого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и может служить авторитетом. «Нет у нас теперь хороших писателей», вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает, ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже. А прочитав однажды по совету Лёли Щедрина, нашёл, что Щедрин туманно пишет. «Пушкин, моя дорогая, лучше. У Пушкина есть очень смешные вещи. Я читал, помню». После обеда он идёт на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно, хмурясь и морщась. О чём он думает неведомо Лёле. Она знает только, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и несёт всё ту же чушь. Вечером, играв карты, играет он аккуратно, над каждым ходом долго думает и в случае ошибки партнёра ровным отчеканенным голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьёт те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он спокоен, как лежачее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп. «Извозчик! Извозчик!» услышала от него Лёля на вторую ночь после свадьбы. Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, в животе. Больше ничего не может сказать о нём Лёля. Она стоит теперь у полисадника, думает о нём, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех, но ей не легче от этого. Священный ужас мадемуазель Марсьё обещал ей большее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok